Продолжение следует... У меня четверо детей. Два мальчика и две девочки. Трое из них учатся. Готовим младшую тоже в школе. Она такая активная. Прям рвется в учебу. У нас со старшим была проблема в детстве. А потом они по очередности у друг друга учились. И на русском языке начали разговаривать хорошо. В садик мои дети вообще никто не ходил. Дома воспитывали сами. Идите сюда. Иди сюда. Как ее зовут? Она молчит. Ты скажи. Фариза. Как ее зовут, сестру твою? Как? Фариза. Биахрус сейчас в шестом классе учится. Иди сумку принеси свою. И уроки. Давай. И потом будешь играть. Хорошо? Он у меня, как сказать, особенный. Просто так он ничего не будет делать. Ему надо что-то пообещать. Тогда он будет делать. Ну и строгость потихоньку включаем по поводу игр. А то если его так поставить и играть, ему нужно часами играть. Открывай. По вот этой? По вот этой картинке ты должен сочинение сделать, да? Угу. А как насчет мультфильма? Потом насчет мультфильма. Давай, пиши. Потом позовешь, когда сделаешь, ладно? Ну а так он, добрым. Активный. Вот сколько вот ни одной жалобы не было, чтобы он в школе с кем-то ругался, побил. Ну его коллектив сразу принял. Вот это меня поражает, да? Вот он может с любым человеком найти общий язык. Такой он особенный у нас вот в этом плане. Че? Однажды наступило утро. Девочка проснулась. Мой сын? Ну, он был с пороком. И мне нужна была помощь. Еще в 2010 году моему сыну сказали, что будет трехэтапная операция. Первые две операции мне помогли фонды Москвы. Там они прошли в Бакулю. Потом третью уже в Таджикистане помогли. Четвертый этап я уже сделал в Индии. Заключительный. Сейчас у него, слава богу, все хорошо. Вот когда твоему ребенку помогаю, да, вот. Помогли, да, уже получается. Уже у меня совесть есть, да, вот. Внутри, это внутренний голос говорит, что я должен помогать другим. Сафарбек, он пришел в такой момент, когда у него были сложности, очень серьезные сложности. Вот он своей дочке свою почку отдал. У них была серьезная проблема, но, слава богу, все благодаря благотворителям, фондам, у него все сейчас благополучно. У них постоянно есть проблема в приеме лекарств, да, лекарства дорогие, и их там не получится не принимать их. Насколько мне известно, может произойти отторжение. Периодически перезваниваемся, разговариваем, созванивался с аптеками, которых знаю лично, и доставал им лекарства. Во время пандемии, вот, вот, ощущалась паника. У нас паника была на лекарствах. В аптеках заканчивались лекарства. И, конечно же, какие-то отдельные люди завышали цены. В основном, вот, противовирусные, они, было очень их трудно найти. Я вот для многих людей вот доставал, даже для своих детей я не мог найти. И даже иногда заменители брали, покупали. Ну, я имею в виду, мы конкретно какое-то лекарство брали, но в связи с тем, что его не было, мы заменяли им другими лекарствами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добро пожаловать на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...